здравствуйте приветствую вас всех на пресс-конференции посвященной различным инициативам взаимопомощи белорусским сейчас представлю наших спикеров наши спикеры сегодня это андрей стрижак сооснователь фондов солидарности by help и by sol андрей добрый день вы с нами а добрый день техника наконец-то позволила мне присоединиться к встречам отлично добрый день еще раз алексей леончик сооснователь фондов солидарности by help и by sol алексей добрый день алексей добрый день елена живоглот лидерка инициативы честные люди елена добрый день ольга смоленко юристка директорка центр правовой информации low trend добрый день ольга добрый день только я ольга смолянко и мой орган за называется центр правовой трансформации от ренд окей просите пожалуйста ольга смолянка центр правовой трансформации low trend и влатковец из центра Белорусской солидарности должен к нам подключиться в течение ближайших пары минут. Я попрошу наших участников, наших журналистов задавать ваши вопросы в групповом чате в Zoom, либо вы также в групповом чате в Zoom можете попросить слово, и тогда мы вас включим, и вы сможете свой вопрос задать лично. Я также напоминаю, что у нас параллельно идет синхронный перевод. Для тех, кто не разговаривает по-русски или по-белорусски, вы можете внизу там нажать на глобус и включить себе дорожку English, и в таком случае у вас будет англоязычная дорожка идти. Вот, да, и последнее, что хочу сказать, это я прошу по возможности все, кто к нам подключился, переименоваться в следующем формате. Это имя, фамилия и медиа, которые вы представляете. Так мы будем знать, как бы, что за организацию или что за медиа вы представляете, и сможем спикерам также сообщать эту информацию, когда мы задаем вопрос. Ну, большое спасибо. Ну, и насколько я знаю, у наших спикеров есть краткое вступительное слово, поэтому давайте, наверное, по очереди, вот, скажем, его. Андрей, Алексей, можете по очереди представители, сосновителей фондов Солидарности, Байхелп и Бальсоев. Андрей, ты прощаешь? Я хотел тебе пропоновать. Зараза. Да, я загадзе выбучаюся, у меня тут трехи ветрано, потому что, когда будет нечто забывать, то это не Лукашенко забывая, если у меня не полномодство, это просто ветер. Я могу просто рассказать коротко про то, что мы имеем на этот момент. Я расскажу за Байхелп, Андрей, я думаю, лучше расскажет за Байхелп. Мы занимаемся, я думаю, мы обо два засновальники, обо двух фондов, то есть обо два заявляемся публичными фигурами, обо два стартовали первый Байхелп, а ли администрованием занимаемся по особам. Потому что Андрей ведет Байсоу, day-to-day, я веду Байхелп, day-to-day. Потому что все пытания про функционирование, про даручие отказы на пытания и так далее, как мы оцениваем заявки, это можно ответственно задавать по Байсоу Андрею и по Байхелпу меня. Мы поординуемся, а ли детали, натурально, ли бы, для шкаровать ваше. Байхелп был заснован в 17-м году, это его третья компания. Компания, которая собрала на ученый день 3 миллиона, 3,62 миллиона доля, когда подбить это еще по средних рейтах. Выплат мы зарабили на сегодня уже больше на 2000, это я скипло скажу, потому что это апдейт в минулой субботы, я думаю, что нас это больше. Мы разглядаем, как вы все видите, питание компенсации штрафа, какие были отриманы в связи с локошной президентской кампании, то, что отбылось после ее. Мы разглядаем разовые выплаты тем, кто потерпел от рук наших так званых правоохранительных органов. Мы разглядаем оплаты адвокатов, не во всех выплатах, але частого есть нюансы, мы тут делимся с меньшими организациями, и мы платим рахунки за сутки. На данный момент у нас больше 9000 заявок, снова-таки 2 дни не глядели, у нас прибывая по 100, прикладное 70-100 заявок на день, и на урации их будет прибывать меньше, в ликую начальку, которые уже позже поделал поздно-позже выходных, и армшкол, и валовок уже подбалек. Мы заявляемся так само с основальниками, я, ну, конкретно я, а байсел под байсел, я как организатор, я являюсь основальниками инициативы, инициативы по агролокации. Мы в этом смысле суперпоходимы, чем у Польши, за центром Белорусской Союзной Дарности. Андрей может рассказать, с кем вы суперпоходимы, что это у Литвы. Ну, и наши меты, я думаю, мы имеем особенный пул грошей, мы в этом, у нас агульный пул на Уси, в смысле, что мы, кто-то, что нарезит, откидываем в агульное, так сказать, гадро, и с гадом может перестаться, как бы, адрежные инициативы, для помогать тем, кто-то приехал и в Литву, и в Польшу, и в Украину, пробовали так само в Латвию, але это питание, я бы, наверное, не закринал, мы не закринали, я вас обидстно концентруюсь на Польшу, а Андрей, как-то, и на Литве. Ну, это такое короткое уведение, я покинул вам задавать питание, потому что, я думаю, что такие шокер-посуженные факты не на сенсу потратил, это так, я думаю. Он грейт, в ГТВ. Да, спасибо, Леша, за то, что взял на себя львиную часть той работы, которую надо было сделать, рассказал о наших двух крупнейших компаниях и фондах, которые не только с этой суммой выплачивают. В последнее время у нас есть такая внутренняя шутка, что фонды не работают, так вот, на самом деле работают. Причем, выглядит это так, что, если смотреть по количеству заявок, которые в общей сложности нами сейчас уже покрыты, то тем более 2000 человек, о которых говорил Алексей, нужно добавить еще 756 человек, которые поддались в фонд BySol. В общей сложности за время существования фонда мы выплатили 1 366 000 евро для компенсации по следующим принципам. Если человек был уволен по политическим причинам, решил оставить свою службу либо работу в госсекторе, в связи с несогласием с действиями властей. И третья категория, которой мы помогаем, это организованный забастовочный комитет. На данный момент их 12 по всей стране, с которым мы сотрудничаем. С Остачковой мы работаем совместно с инициативой «Честные люди», про это я думаю, Ирина больше расскажет. Мы на данный момент получили где-то около 2200 заявок. В среднем в день поступает около 30 заявок после объявления народного уртиматума с Упланы Тихановской. Очень усилились репрессии. И отдельная категория, которая сейчас репрессирует, и которую Байсоу тоже взял под опеку, это студенты. Если говорить о суммах выплат, то у нас они составляют полтора чайных по политическим причинам. Это единоразовая выплата. И 200 евро по отчислению. Студентов мы только-только начали брать в работу. Сейчас мы сделали первые 8 выплат вчера. Я впервые это говорю публично, потому что еще не было статистики на вчерашний день. И в целом выглядит это так, что власть понимает, что Беларусь очень большая обязательность, конечно, каким-то образом противодействовать. Но и в Байхелпе, и в Байсоли система платежей и завода денег в Беларусь настроена таким образом, что в принципе я не представляю себе, каким образом власть может ее обрезать и ограничить. Они будут вынуждены стрелять себе даже не в ногу, а в голову, потому что, например, система выплат Байсол, если говорить так в целом, очень плотно завязана на платежной системе виза и мастер-карта. Для того, чтобы прекратить эти платежи, нужно просто отрубить и визу, и мастер-карт на территории Беларуси. Вот. Как бы такое короткое вводное слово. Я готов отвечать на вопросы, когда они будут. Спасибо, Андрей. Хочу передать слово Елене Живоглот, визерской инициативе «Честные люди». Елена, краткое вступительное слово от вас. Здравствуйте. Я, наверное, расскажу о проекте «Скорая взаимопомощь» в этом контексте. «Честные люди» — это не фонд. То, о чем говорил Андрей, мы в ряде проектов взаимодействуем с фондами. Чуть-чуть подробнее могу рассказать, если необходимо. Ключевой, наверное, проект по этой теме — это «Скорая взаимопомощь». «Скорая взаимопомощь» — она была создана для того, чтобы оказать помощь тем белорусам, которые потеряли работу из-за появления гражданской позиции. Проект стартовал в июле 2020 года, но сейчас продолжает жить. Это peer-to-peer платформа, при помощи которой люди узнают друг друга, знакомятся, такая платформа сводится и оказывают финансовую помощь друг другу. Здесь нет посредников. Деньги перечисляются непосредственно тем лотом и тем заявителем, которые подали заявку на размещение. У нас есть команда верификаторов, которая проверяет подлинность этих заявок, чтобы действительно потеряли работу. И выплачивается сумма в размере средняя ставка торговля умножить на 3. соответственно выплачивают сумму по мере того, как сами белорусы собирают эту заявленную сумму, размещенную на сайте. По цифрам, наверное, можно сказать, что за время существования платформы оказана помощь на сумму чуть меньше полутора миллионов рублей белорусских 1.351.000 хвостиком. Сейчас то, о чем я говорила, есть задолженность перед белорусами, это равно те истории, размещенные на сайте, которые ожидают сбора средств еще, то есть белорусы приходят на сайт и оставляют, жертвуют им донатить деньги примерно на 22.000 белорусских рублей. Ежедневно это по 9-12 кейсов в день пострадавших белорусов, кто потерял работу. Да, статистика увеличивается сейчас, то, о чем говорил Андрей, у нас точно так же с проектом происходит, ситуация похожая. Наверное, если коротко о сути платформы по части финансовой, так оно работает, еще скорость живой помощи оказывает помощь белорусам в поиске работы или переквалификации. но здесь возможно это не текущая тема, не так интересно. И проекты, в которых честные люди выступают как агрегатор помощи в том числе и таким посредником, направителем к фондам, это проект Честный университет, где мы помогаем студентам проживать сложные ситуации, это юридическая помощь, это организационная помощь, это финансовая помощь и поиск программ международных по обучению, ну и соответственно финансовая помощь мы знакомим с фондами в том числе вот о чем говорил Андрей. И проект Центр помощи бастующим там процесс несколько отличается, Андрей проговорил, наверное, не знаю сколько имеет смысл давать больше подробностей, это взаимодействие со стачком. Вот. Ну собственно все, где мы касаемся заданной темы. Наверное так. Спасибо, Елена. Хочу передать слово Ольге Смолянко. Да, добрый день. Вот. Я сама являюсь юристом и я специализируюсь как юристом членом вопросов благотворительности и финансовой деятельности и организатору пресс-конференции попросили меня сказать пару слов и становиться на том вопросе, почему сложно работать таким фондом в Беларуси, почему сложно в Беларуси привлекать фондом средства, и я буквально в пару минут затрону эти вопросы, и если будут вопросы, я на них отвечу. Итак, я бы, наверное, выделила четыре самые основные проблемы, почему в Беларуси фондам привлекать денежные средства сложно и почему они должны это делать в первую очередь и делают это, не должны, а делают это в первую очередь за рубежом. Первая проблема это сама проблема создания фондов. Дело в том, что если мы говорим о тех фондах, которые необходимо создать быстро для каких-то потребностей, например, потребностей оказания помощи гражданам с новыми целями, то сам фонд создать очень сложно, потому что в Беларуси действует разрешительная система регистрации фондов. И создание фондов это долго, это дорого и это проблематично с точки зрения сбора документов, а потом проблематично с точки зрения, что фонды, которые подаются на регистрацию, фонды, я их так называю, вообще имею в виду и общественное объединение, и фонды, которые могут действовать для сбора средств. Никогда не знаем, зарегистрируют эти фонды либо не зарегистрируют эти фонды. Это первая проблема. Вторая проблема лежит вообще в сфере законодательства о благотворительности, которая существует в Беларуси. Прежде всего, в Беларуси нет специального законодательства, которое бы касалось вопросов благотворительности. Это раз. Второе. С 2001 года в Беларуси вообще ввели такую систему, когда ограничивался, все больше и больше ограничивался доступ некоммерческих организаций к финансированию. С 2001 года получить средства в Беларуси любым организациям было абсолютно беспроблемно. Однако, с 2001 года этот механизм стал все больше закручиваться и закручиваться, и на сегодняшний момент мы имеем ту систему, которую имеем. Например, фонды в Беларуси могут более или менее свободно получать средства только от тех граждан, которые постоянно проживают в Беларуси. Сейчас мы видим, что, например, очень усиловалась роль белорусской диазм, в оказании помощи пострадавшим, в оказании помощи уволившимся и так далее. Но, например, если бы официально фонды, которые зарегистрированы в Беларуси, получали средства от этих граждан, которые относятся к белорусской диазме и постоянно проживают за пределами Республики Беларусь, то все эти денежные средства в любом размере они бы подлежали регистрации в департаменте по гуманитарной деятельности. И здесь проблема в том, что, во-первых, опять-таки регистрация этой помощи процесс очень сложный и он очень бюрократический. Второе, это то, что, опять-таки, никогда не знаешь, зарегистрируют помощь либо не зарегистрируют. И третье, то, что никогда не знаешь, освободят эту помощь от налогов либо не освободят. Вот, помимо, и также существует большое ограничение на получение помощи от внутренних жертвователей, от корпоративных жертвователей, то есть от предприятий, от индивидуальных предпринимателей внутри страны. Третья проблема, это проблема правоприменения. Я уже сказала, что законодательство у нас очень ограничительное. В то же время ограничительны рамки. Но законодательство не регулирует многие аспекты, которые касаются технических вопросов получения средств. В связи с этим в правоприменении проверяющих органов есть огромное поле для различного толкования законодательства. Соответственно, при проведении проверок, а мы сейчас видим, что многие организации, которые получают помощь, они сталкиваются с проверками, с запросами со стороны АБЭПа, ДФРа. То есть АБЭП — это отдел по борьбе с экономической преступностью, ДФР — это департамент финансовых расследований. То есть сталкиваются с запросами о предоставлении информации со стороны этих органов. И практика может пойти по такому пути, что финансовая деятельность, она настолько, с одной стороны, ограничительно урегулирована, с другой стороны, не урегулирована, что, в принципе, при проверке финансовой деятельности любой некоммерческой организации, такого фонда, который бы был зарегистрирован в Беларуси и получал средства, всегда можно было бы к чему-то придраться. И четвертый аспект — это аспект, что Беларусь, в принципе, она не заинтересована, всегда была не очень заинтересована в развитии благотворительных стран. А сейчас, естественно, когда идет вопрос об оказании помощи пострадавшим, то эта заинтересованность еще гораздо более маленькая. Вот. И я приведу только один пример, почему я говорю, что Беларусь не заинтересована в развитии благотворительности. Например, когда-то в Беларуси был единственный проект закона, который был принят парламентом, но не был подписан президентом. Это как раз-таки проект закона о благотворительной деятельности благотворительных организаций. Это первое. И второе — это то, что мы сейчас наблюдаем, что так называемые власти, они всячески пытаются дискредитировать представителей организаций, которые занимаются сбором и оказанием помощи. Мы видели, например, со стороны пресс-секретаря нелицеприятные слова в адресе здесь присутствующего Андрея Стрижака, мы видели нелицеприятные слова в соцсетях в отношении Катерины Синюк, это имена, и такие примеры можно еще приводить. Вот это, если вкратце, о том, какие на сегодняшний момент есть проблемы в области законодательства правоприменения благотворительства. Да, спасибо. Спасибо, Ольга. К нам присоединился Влад Кобец из Центра Белорусской Солидарности. Влад, добрый день. Расскажите пару слов про деятельность Центра Белорусской Солидарности. Влад, вы меня слышите? Вас не слышно, к сожалению, по какой-то причине. Мы не слышим, мы не слышим, что вы говорите. К сожалению, нет пока что звука от Влада. А, вот сейчас, да. Да, без, потому что никого лучше. Да, спасибо. Центр Белорусской Солидарности открылся в Варшаве 1 сентября по, конечно, в связи с событиями в Беларуси и с тем, что в Польшу стали приезжать белорусы, потерпевшие после, ну, в связи с репрессиями в Беларуси. 14 организаций, действующих как в Польше, так и в других странах, в Чехии, в Великобритании, инициировали создание Центра. Многие из них имели уже опыт аналогичной работы после событий 10-го года, ну, в частности, мы. И даже занимаясь уже в это время, за эти годы другими делами, другими направлениями, мы решили объединить наши усилия, наш опыт с тем, чтобы оказывать хорошую, ну, оказывать достойную помощь и юридическую, и консультативную, и финансовую белорусам, которые вынуждены покинуть страну. Буквально сегодня Центр получил наконец собственное помещение, я в нем сейчас и нахожусь, это будет помещение, что принадлежать Центру, и мы будем работать на новом адресе. Мы польская организация, у нас нет таких проблем, с которыми сталкиваются организации в Беларуси, я имею ввиду законодательные ограничения и подобные препятствия. Мы не оказываем помощь внутри Беларуси, мы оказываем помощь тем, кто уже релокировался, кто переехал, либо кто находится на пути к перемещению. В этом мы сотрудничаем, конечно, с Байсолом, с Байхелпом, мы тесно сотрудничаем с именами и это нам позволяет, во-первых, быстро верифицировать людей, те, кто уже прошел верификацию именами или другими организациями, они у нас принимаются уже фактически, нам передаются эти кейсы и человек, который едет из Беларуси, он получает уже консультативную информацию еще прямо там. У нас работает инфолиния в Телеграм-канале, в Фейсбуке. Человек, который обращается, получает информацию о правилах въезда. Немногие знают до сих пор, что в Польшу можно объехать, например, не имея никакой визы. Есть распоряжение правительства по открытию гуманитарного коридора. Человек, пересекший границу, запрашивая гуманитарный коридор, решением коменданта, получает такое право на объезд на 14 дней. В течение этих 14 дней 10 из них занимает карантин. Тоже важно отметить, что государство обеспечивает эти 10 дней нахождения карантина с питанием. В случаях необходимости, особенно, когда это медицинские случаи, мы прямо с границы забираем такого человека, мы размещаем его сами уже в Варшаве либо в другом городе на наших площадях и стараемся оказывать всяческую помощь уже фактически сразу. За это время, которое фонд работает, уже на сегодня у нас более 650 обращений. Помощь, которая оказывается из средств, которые мы находим, во-первых, через сбор средств простыми людьми, нам зачисляются средства как на PayPal, так и на наш расчетный счет, плюс мы взаимодействуем с фондами, о которых я уже говорил. Таким образом, человек, попадая на инфолинию, попадает в нашу систему, он имеет сразу же контакт с юристом, в зависимости от кейса его принимает профильный специалист. Если это речь идет о беженстве, то есть люди, обращающиеся на беженство, они получают консультацию, какими правами они обладают, если это студент число. Это только я Влада сгубил? Нет, по-моему, да, все сгубили Влада. У нас есть к каждому человеку, которому необходима логистическая помощь, ну, представляется, скажем так, волонтер, есть список волонтеров, и они берут на себя таких людей, например, если есть необходимость пойти в какое-то правительственное учреждение, да, это связано уже с легализацией, с те люди, которые выезжают с рабочими визами, это разрешение на работу. Я хотел бы отметить, что после визитов Светланы Тихановской в Польше и из-за той воли, которую проявляет правительство, из-за программы солидарной с Беларусью, очень многие проблемы решены. В частности, 28 октября парламент проголосовал закон о визах, то есть закон о изменении в законодательстве о иностранцах, и президент уже подписал 2 ноября этот закон. С момента публикации после 14 дней он вступает в силу, и белорусы, которые въехали в Польшу по любым визам, то есть гуманитарные либо туристические визы, они получают право работать. То есть, конечно, остается процедура получения разрешения на работу, но это стандартная процедура бюрократическая, она несложная. Чем мы еще диспонируем? У нас имеется сеть логистическое помещение, которое нам предоставлено поляками обычными, либо бесплатно, либо за дисконтную плату, либо только за плату коммунальных услуг, в которые мы размещаем людей, которые находятся сейчас в ожидании вступления в силу этого закона. У нас люди, которые приехали еще в самом начале сентября, это представители статичных комитетов, МТЗ, Гродно-Азота, других предприятий. Эти люди в ожидании вступления в силу закона, чтобы получить возможность работы, у нас находятся на наших площадях, обеспечиваем проживание при необходимости питания. Разовые кейсы выдаются тем, кто обращается к нам и еще не получал помощь, например, в Байсоле, в Байхелпе или из других источников. И это позволяет человеку какое-то время находиться, обеспечивать себе, скажем, проживание. В дальнейшем наши специалисты занимаются уже помощью в трудоустройстве. Мы обращаемся к польским работодателям, есть отзывы люди из Солидарности готовы принимать на работу белорусов. Белорусов и так здесь очень ценят на рынке труда, но в этой ситуации особенный такой спрос приходит, что именно хотят трудоустроить белоруса, который потерпел в этих событиях. Кроме того, последний визит Светланы Тихановской, он также сопровождался встречей с премьер-министром Моровецким, которому был передан пакет пунктов, подготовленных нашим юридическим департаментом в сотрудничестве со штабом. Это вопросы по упрощению процедур для белорусов и уже после этого, после этой встречи здесь в Польше созданы рабочие группы, в частности в Варшаве эти группы созданы вместе с мэрией Варшавы и с правительственными учреждениями по образованию, по трудоустройству и по социальным проблемам. В эти группы входят как правительственные организации профильные. Значит, в первом вопросе, в первой группе мы решаем вопросы, связанные с детьми. Это от яслей до школы включительно, группа по празднице, по труду, понятно, что это связано с вопросом трудоустройства и социальные проблемы, это все любые бытовые проблемы, с которыми сталкивается Белорусс. То есть проблема решается уже на государственном и на муниципальном уровне. что еще могу сказать, добавить о центре, что, конечно, центр это молодая организация, хоть и состоит из тех структур, которые уже имели опыт, но взаимодействие с Байсолом, Байхелпом, именами, оно дает возможность оказывать помощь вокруг страны. То есть мы взаимодействуем с Украиной, с Литвой, Латвией, с людьми, которые находятся в лагерях беженцев в этих странах, либо которые въезжают в первую страну Литву и далее следуют уже прямо к нам. Это вопросы по образованию, это вопросы по трудоустройству, это вопрос выбора человека, какую страну первой он выбирает, Украину без визы, или Литву, или Латву, или Польшу. Еще раз подчеркну, что въезд в Польшу возможен без виз, в том числе через рапорт. Авиакомпания Лот, польская, у нее есть распоряжение, они берут на борт людей тоже без виз. Класс, да. Перейдем тогда к вопросам непосредственно, которые вот журналистов поступили и поступают. Александр Корнышев из Витебского Курьера спрашивает, ну, я так понимаю, что этот вопрос относится ко всем инициативам. Отказываете ли вы в помощи? Расскажите, какой у вас процент отказов и почему это происходит? Я могу пучать, если хотите стрижить, потом дадать. Байфок обновляю у нас одного мало, али обновляю. Формальные критерии, это ли штраф был приманен до 20-го, прикладная 20-го травня, ну, кали почались первые посадки из президентской компании. Мы можем разведить штрафы, которые приходили ранее, кали снижение до 20-го количества. Но формально, мы говорим только штрафы, которые были выдадены за прошлую президентскую компанию. Мы обновляем выплаты за ранение, выплаты кали человека, который намоклили. У нас было мало, а лишь штук 10, как и было. Больше критерии в одновлую большую пенуну. Андрей? В Байсоле подобная ситуация. Мы в принципе даже не ведем отдельной статистики отказов, потому что подавляющее большинство заявок удовлетворяется в случае, если они подходят под формальные требования. В нашем случае формальные требования человек должен подтвердить, что его уволили по политическим причинам. Ясно, что в трудовую книжку никто не запишет о том, что человек уволен в связи с его взглядами, но человек делает видеообращение, в котором рассказывает о том, что произошло с ним и какая ситуация с ним приключилась. То есть наша логика такая, что если человека увольняют за личную демонстрацию его политических взглядов, то для него не составит никакого труда повторить их еще раз в этом видео. бывают редкие случаи, когда человек пользуется возможностью получения помощи, скажем так, не очень честно, то есть утверждает, что его уволили по политике, а потом, например, у нас была ситуация, когда наниматель с нами связался и сказал, ребята, слушайте, я вам сам доначу, и как бы это полная ложь, что этот человек был уволен за несоответствие занимаемой должности. Это сложная для нас история, их, к счастью, немного, но есть ситуации, когда люди, например, подтирают у себя данные в трудовых книжках, выдавая свое увольнение за увольнение по политическим причинам, а в факт, они были уволены до мая 2020 года, мы, как и ByHelp, тоже отталкиваемся от этой временной рамки, и кейсы, которые произошли раньше, в мае 2020 года, мы не рассматриваем. Есть большая проблема еще с релакантами, потому что достаточно сложно верифицировать случаи, когда человек выезжает фактически для того, чтобы реализовать свои экономические какие-то потребности, и далеко не всегда он действительно преследовался на родине, в том объеме, который в нашем понимании является достаточным для того, чтобы человек выезжал. тут всегда очень субъективно все, потому что один человек, который получил 15 суток, он будет очень бояться, что его дальше будут преследовать, он сразу же уезжает, другой человек получает раз за разом в сутки штрафа и остается все равно в стране и продолжает участвовать в протестах. Неоспоримым для нас основанием в данном случае является уголовное преследование, тут вопросов никаких уже нет. Так что задачи эти достаточно сложные, не тривиальные, мы подходим каждому индивидуально, то есть наши верификаторы работают на основе критериев, но при этом мы всегда смотрим на то, что человек не обидит в этой ситуации. Андрей, я додам еще одну решку, которую я забылся. У нас на прошлый час началось всплывать питание на тему полторных выплат за травмы. Стандартная ситуация, человек пошел, его отдубасили, что он прямо первую выплату и он вышел, пошел снова, снова его подбили. Тут питание платить или не платить. Для нас нет консенсуса на этой темы, и поэтому мы опираемся на такий принцип, что когда была сделана первая выплата по травме и другая травма, она в принципе подобно тем менее, что его стоит в первом раз, мы выплаты разовы. Если у нас выпадок джайпшинки, которая в первом раз упрямляла легкое, а левого один заменил выходных, и этим поломали руки. тут, конечно, мы можем разглядеть и полторные джайпшинки, но это питание будет обмерзовывать, хотя мы не меняем месседж по слову, плотик не выплат один раз, если количество изменений, то мы изменим этот подход. Причина не просто, 32 миллиона может выглядеть великой суммой, если платить человек по 500 долларов, я беру за 500 долларов, штраф, 6 тысяч долларов, 6 копейки, но желаю пошел транзит грошей, потому что я не чувствую, Facebook забрал свои оплаты при выводе грошей, они невеликые. Далее есть ценник конверсии, потому что гроши портуются британских фондов, далее есть ценник конверсии назад на белорусские рубли, далее есть кошки банков 4 оказывает, это не катастрофично, это не 10, не 5, но это не меньше, это не кончатковая сумма, которая доставляется в белоруссию, и заставляется на белорусские рубли. И тому мы можем отмолвлять свертающего питания человеку, который вернулся полторно понедельную допомогу, если это, скажем так, это не кирпичная травма, потому что мы не перерасмисовывали, что людей будут бить двойче, что это и так будет затяжен за такую ступу. Хотя если будет травма, то мы будем снова таки меж и перво обраковываться и машина зная в ходе. Я могу сказать, что у нас тот же оказываем поддержку только тем, кто пострадал в связи с событиями после 9 августа. У нас, наверное, были только единичные случаи, когда обращались люди с старыми кейсами. Но у нас принцип такой, в консультативной помощи мы не отказываем никому. Очередность, конечно, так быстро, что в первую очередь идут потерпевшие. Если человеку нужна консультативная помощь и он не пострадал физически или не был на сутках или нет уголовного дела, человек консультацию все равно получит, но он не получит финансовую помощь. Плюс у нас очень хорошим фильтром является то, что мы взаимодействуем с другими фондами, инициативами. Например, мы доверяем кейсам уже проверенным. Если мы получаем от тех же имен кейс, они ему передают, там все задокументировано, то мы уже дважды человека не опрашиваем. Мы просто ему помогаем, поскольку здесь связана, конечно, наша работа с релакантами. Люди уже приехали или приезжают на территорию другого государства, Польши, не знают языка, нет средств для существования. Если это семья, то мы, конечно, увеличиваем сумму помощи, когда есть дети, когда выезжает один родитель с семьей, или вся семья, и тогда мы, конечно, к таким кейсам относимся более внимательно. уже предполагаю, что тоже мы стремимся, чтобы такие люди уже не попадали в государственный карантин, либо не попадали в лагеря, мы стараемся помогать. Не всегда это происходит. Многие приезжают еще без контакта с нами и уже обращаются к нам, находясь на государственном карантине, либо находясь в лагере. В ряде случаев наши юристы просто останавливали людей от принятия неправильных решений с точки зрения логики. Когда человек въезжает, например, имея визу, рабочую визу, а ему предлагают на границе податься на беженство, у него после этого теряется право на работу на полгода и он становится зависим. В таких случаях юристы подсказывают человеку, что на самом деле у него есть все основания приехать работать и помогаем вот таким образом. Сумма выплата ограничена, как правило, мы тоже эти вещи согласовываем между партнерами, чтобы это было примерно одинаково. Дважды тоже не помогаем, но с учетом того, что я сказал, что мы ожидаем вступления в силу закона, который позволит белорусам на любых визах работать, тем людям, кто раньше приехал, мы стараемся до этого времени помочь с жильем, чтобы хотя бы они до момента, когда они получат право работать, имели место, где жить. Как правило, это связано с членами стачкомов, это связано с людьми, которые реально пострадали. Отдельная тема это медицинская, это люди, которые с черепно-мозговыми травмами, люди с переломами, у нас есть возможность оказания быстрой амбулаторной помощи, как правило, это были кейсы в начале работы, но вот с ужесточением сейчас действий карателей в Беларуси, у нас эти кейсы опять возобновились. И в этом, как бы, в этих случаях мы стараемся уже взаимодействовать с местными, местной системой здравоохранения. Есть белорусские врачи, которые откликнулись и готовы помочь. Отдельная тема психологическая помощь. У нас есть психологи, белорусы так устроены, что практически все отказываются от этой помощи, хотя, конечно, видно по человеку, что он травмирован и что эта помощь ему необходима. Убедить человека получить психологическую помощь сложнее, наоборот. Поэтому люди стремятся сразу решить свои основные проблемы житейские и получить возможность самим себе добывать средства на существование. Спасибо, Влад. Спасибо, Елена. Много говорили, ребята, дополню. В принципе, у всех похуже. Есть критерии, по которым оказывается помощь. Скорая помощь из 2600 заявок порядка 700 приходилось на административные штрафы за участие в уличных митингах и акциях. И, соответственно, скорая помощь переадресовывает фонды инициативы, которые статализируются на такого рода помощи. То есть, скорая помощь не оказывает такую поддержку в этих кейсах, мы переадресовываем. Это первая мысль. Вторая в дополнение к коллегам. мы мерзим базы и важный момент, когда белорусы обращаются во все фонды и все платформы, то мы между собой взаимодействуем. Мы понимаем, где уже оказалась помощь, поддержка финансовая, и это накладывает отпечаток на скорую помощь. То есть, если люди получили финансовую помощь в Байсо или Байселфе, мы это учитываем и обсуждаем дальше, сколько еще денег нужно. Потому что если таки есть один и тот же, при увольнении за проявление гражданской позиции. Таких случаев тоже довольно много. Означает ли это, что я не могу получить в двух источниках? Если это одна и та же история, вы заявили сумму и при этом получили в фонде эти деньги, мы, конечно, учитываем этот момент, потому что хочется помочь большему количеству белорусов. Спасибо. Вопрос от Вольги Самашки «Белорусская рада и рацию». Для всех фондов. Какие истории людей, яким вы допомогаете, у вас наибольше уразили не называющие именом? Андрей, Алексей? Леша? Я хотел позбежать отказу на это питание, потому что простей сказать, всякие истории нас не уразили. Я не буду заглубляться, но я не веду, может, Андрей есть некоторые, я просто стараюсь это на самом речи достаточно тяжкая прац и я удивлюсь, что 10 волонтеров до нас доучились 23-го в Женивне 9 еще еще працуют и працуют не меньше отдачу, чем на початку за счет 31-го. Ну, скажем так, еще, что у нас крапляло, еще это не укладается в рамки нормальной нормальной реакции на протесты. Но вы это и сами ведут. Это было 9-го, 15-го, заявки, по которых мы начали отрымливать 25-го, 30-го, в Женивне, которые мы разгребились на несколько 4-го, тому, чтобы это был самый вал, самый пик заявок. Я думаю, что это экстраординарное. То, что ОМОН мог работать с протестовцами, я даже это описывать не хочу. Если Рокачанова сказала, что не было у нас минимум есть один задокументованный кейс для человек готов вести публично. И у нас есть четыре кейса для кейса для додатковая проверка. Но мы это не заглубляем. Это тяжкое твое. Я не все медики это было. Консультация в медика сказала, что это четыре кейса это обвалование. Я не заглублялся. Потому что минимум мощность и переваривая все 9000 заявок. Я глядю их особенно. Но из тех материалов, что я читал, оно отправляет. Если это отдавать на расследование, кто может быть волтование оказать. Но оказывается, кто мог бы подумать, что Беларуси могут помечать желтой фарбой. организаторы организаторы. Я поддержу Лешу Лешу в том плане, что кейсы, которые к нам поступают, они всегда достаточно большую нагрузку на волонтеров оказывают. Потому что это истории, которые по-своему трагичны, драматичны. Когда люди, которые 20 лет работают на одном рабочем месте, потом принимают решение уйти с него и уходят по-разному. Далеко не всегда это бывает такой уход легкий, скажем так. К счастью или к несчастью, не знаю, BySoul меньше работает с историями изнасилований, избиений массовых и прочее. Это больше прерогатива ByHelp. Но я тоже подтверждаю слова Алексея по поводу того, что действительно есть кейсы с изнасилованиями. И один из них уже был опубликован. Поэтому как минимум Качанова здесь кривить душой, что, собственно говоря, не новость. Власть лужет во всех своих словах, когда открывает рот, это ложь. Каждый раз. И к этому просто нужно уже привыкнуть и понимать, что они могут только создавать картинку, которая в их головах существует, что мы будем переворачивать страницу. Мы перевернем эту страницу, но вместе с теми именами, которые на ней написаны, именами Лукашенко и тех чиновников, которые работают вместе с ним. И вот когда эта страница будет перевернута, тогда страна заживет по-другому. Из того, что впечатляет в людях, я согласен с словами про волонтеров, которые работают уже больше 80 дней, если я все правильно посчитал. И это первый момент впечатляет работоспособность этих людей. второе, это у нас было несколько таких историй, когда человек в личном общении сказал, что когда мы предложили ему помощь, знали о том, что он уволился, он говорит, слушайте, я вообще донатил в фонд, и сейчас как-то не очень логично мне из него получать помощь. Есть люди, которым она нужнее. И вот этот момент тоже очень впечатляет, что люди, попавшие под репрессии, сами считают, что они в состоянии с этой ситуацией справиться самостоятельно и тоже оказывают помощь, хотя вроде бы как должны бы получать ее. Спасибо. Елена? Ну, у нас, наверное, скорость помощи чуть-чуть, может быть, больше позитива даже. То есть понятно, что это все какой-то адский сюр, когда увольняют за проявление гражданской позиции, но здесь много историй героев, которые готовы менять свою жизнь и принимать такие волевые решения и уходить с работы, либо действовать, понимая то, что их, скорее всего, уволят. Это история, начатая с честных вывисов, так мы их называли, да, кто принял решение, что он не будет фасилицировать выборы, понимая однозначно, что его уволят за это. Вот. Это первый момент. А второй момент, это же история про солидарность белорусов, то есть это peer-to-peer платформа, поэтому здесь тоже как будто бы по сравнению с фондами, которые помогают людям, с продавшим насилие, да, чуть-чуть больше позитива. Это люди, которые меняют Беларусь, которые отзываются и, ну, такой солидарности очень много здесь. Безусловно, там трагичная история семей даже, да, и отдельных людей, людей, но я радуюсь тому, что люди взвешенно действуют, готовы менять, при этом понимая, что они рискуют местом работы и находят других, которые готовы им помогать. Вот. Поэтому тут поприятнее, может быть, картинка выглядит. Спасибо, Влад. Пожалуйста, если можно, кратко, у нас мало времени остается, еще хотелось бы пару вопросов задать. Да, в принципе, я присоединюсь к коллегам и только добавлю, что юристы, через которых проходят эти истории, сотни историй, им самим уже потом необходима психологическая помощь. Есть люди, есть изнасилованные, есть девушка, которую на цепи держали в цепи и насиловали, есть парень, историю которого читают, ощущение, что ты читаешь про ДНР, ЛНР, когда омоновцы отлавливают человека, просто вытаскивают из машины, заводят в подвал ОВД, там в тир какой-то, избивают, раздевают, заставляют петь с гимномона, рисовать, рисуют там три процента на груди, просто издеваются и понимают, что человек находится в состоянии, когда невозможно получить какую-то помощь, невозможно попросить у тех людей, которые по долгу службы обязаны эту помощь оказывать, они оказываются просто карателем. Удивительно, что в Беларуси это возможно, как я уже говорил, то есть после 44-го года таких вещей не было. Читать эти кейсы больно. Единственное, что могу сказать, у нас здесь ребята из Байпола, это Андрей Стопович и другие офицеры, которые такие кейсы тоже просматривают, они всю документацию она проходит через Байпол, все это документируется и в том числе идет видеофиксация таких показаний с тем, чтобы когда-то это могло предстать перед судом. Мы знаем, что вчера был опубликован и озвучен результат доклада по московскому механизму ОБСЕ и там среди рекомендаций есть создание международного следственного органа с привлечением криминалистов и мы надеемся, что мы рассчитываем, что эти показания надлежащим образом задокументированы, будут там куда предоставлены и там расследованы. Я еще добавлю, сейчас создается рабочая группа с участием моих коллег-документаторов военных преступлений на Донбассе, это одно из моих занятий. В мирное время я работаю на войне. В той ситуации, в которой мы сейчас оказались, этот опыт, к сожалению, тоже нам пригодится и мы будем документировать и составлять эти свидетельские показания по правилам документирования для Международного уголовного суда. Это первый момент. Второй момент, вот буквально сейчас в этом разговоре и ранее вырисовывается ситуация, что, скорее всего, мы поработаем над тем, чтобы, конечно, с психологической стороны это достаточно сложная история, но чтобы жертвы насилия все-таки сделали публичное заявление, потому что есть такое впечатление, что власть уже задавила интерес и как бы размыла актуальность этих историй, о которых, например, сказал Влад, тех пыток, особо жестоких пыток, которые были совершены в отношении людей. И да, еще нужно отдельно отметить, что внутри силовых структур достаточное количество людей, которые являются патриотами Беларуси, для которых слово, закон и право не являются пустым звуком, и они прямо сейчас работают над этим, то есть они тоже внутри системы стараются собирать данные, чтобы они сохранились, чтобы они не исчезли никуда. И по нашим данным в том же МВД, например, сейчас в курилках люди уже между собой не разговаривают, что никто не может быть уверен в том, кто каких взглядов. И сама система достаточно серьезному удару подверглась в связи со всей этой историей, потому что нормальные юристы выходят из нее, даже те люди, которые раньше были замечены в таких достаточно интересных политических делах, они выходят из системы. И на мой взгляд, самые большие самые большие волнения такие, скажем так, нежелания исполнять преступные приказы в Следственном комитете и Генеральной прокуратуре, то есть это те органы, которые сейчас наиболее неустойчивы с точки зрения подчинения властям. Но точно такая же похожая ситуация есть и в МВД, внутри МВД, внутри практически всех силовых структур, и они только внешне кажутся монолитными и полностью подчиненными Лукашенко, но по факту то, что там внутри сейчас происходит, это все то же самое, что и во всем белорусском обществе. Это те же самые процессы. Спасибо, Андрей. Так, ну у нас кончается время, поэтому последний вопрос для всех. Макс Дмитриев, Next Top New Life. Вопрос такой. Хватает ли фондом людского ресурса для обработки заявок и какие узкие места фонды видят в своей работе? Давайте по очереди. Тоже, пожалуйста. Ну, могу я начать, если Андрей ты знал, пропускаешь меня на первых. Доброе. Людского ресурсов нам капает. Як я казал, отсеевыня волонтерна у нас не такое великое. С тех, кто доучился до нас у Жнивни, в первом наборе 9 из 10 даже припрацуют. Причем, а мы все с такой самой же отдачей, как и было. У нас было еще несколько наборов. Мы отримали 1300 заявок на волонтерство. У Жнивни мы протягиваем их отримевать зараз. Они, конечно, больше по меркованному режиму, а летом не меньше. Мы, а мы не пошираем штат волонтерна, потому что знание зараз простое больше за 50 человек у разных капецитис, и поширить ну, как бы, мощность напрацовок можно в любой момент. По куль, все-таки наше больше узкое место. Я могу сказать, это откровенно, это кучность выплат. Потому что с выплатами там немножко меньшая ситуация. У нас, смотря, нет большого все-таки их за что больше, они не нормальные, они могут варьяваться от 7000 рублей, до, например, от роднения мы платим по градации. Градация нам, в принципе, могут досягать нескольких тысяч рублей в зависимости от тяжкости травмы. Стена вот больше. Тут мы выпираемся при значении того, якая ступень травмы, мы выпираемся больше на красление Уголовного Криминального Кодекса. Ой, что такое легкое и тяжкое, ну, в любом выдастку, мы зараз можем рабить больше 200 выплат на день. При ждании мы можем рабить 300 за 2 на день. И мы будем, мы зараз, больше я дадам до того, что Андрей до этого сказал, вырубить наши выплаты для этого им не только треба вырубить систему SWIFT, вырубить визу и MasterCard, им треба просто забрать все гроши, які физичные дажать в Беларуси, потому, что нам не потребует перевозить гроши в протяжницу. Я скажу только, потому, что спынить поток до помоги, как бы поток выплат. У Лукашенко не ма напрочь того, что он может забить в Краина полношную Корею, а ли, ну, в этом момент затрудзить. Такой с худкостью выплаты. Тут просто уключается пытание не того, сколько грошей мы можем заиметь в Краине, а пытание безопасности людей, которые проводят выплаты. Скажем так, мы не можем забить больше за 200 на максимум 300 без того, как нанимать их, кто платит. И тому мы держимаем это под лимитом, потому, что безопасности людей, которые проводят выплаты, для нас является абсолютной приоритетом. Если выбирать меж худкостью, выбирать безопасности этих людей, мы выбираем опрошную. Али мы так у поравнаний с початком, когда мы делали 10 выплатов на день, мы повеличили капасты 20 разов при задании 30 раз. Так что я думаю, что это так само можно поступово приспешить при умове, что для сколько людей ты будешь платить, и она будет заховываться на высоком уровне. Потому, что без них байкел не будет, но для нас наша белорусская частка команды приступовая для Исана. Я хочу добавить, что полностью солидарен с Алексеем в вопросе соотношения безопасности и скорости и публичности. То есть это такая формула для нас, которую мы всегда выводим эту переменную и подчеркиваем, что безопасность в первую очередь. Если говорить о скорости выплат и о объеме волонтеров и потребностей в них, есть еще один очень важный нюанс. мы все привыкли к тому, что объемы, с которыми работают волонтерские истории, превышают 100 тысяч долларов. Так было. Сейчас мы имеем дело с миллионными оборотами и это совсем другая логика работы. Здесь это уже логика работы крупной корпорации, в которой есть свои внутренние процессы, есть свои узкие места. Одно из таких узких мест, например, это физическое масштабирование работы, то есть для того, чтобы нарастить количество волонтеров, которые занимаются верификацией, вы должны потратить определенное время на их обучение и на их верификацию, потому что они работают с очень чувствительной информацией, и включение новых людей в процесс, это всегда достаточно большой объем времени. И вот у меня, например, есть выбор, или верификационная группа будет заниматься проверкой кейсов, или верификационная группа будет обучать другую верификационную группу, то для нас, опять-таки, напоминаю, работает эта формула безопасность, скорость и открытость, то мы делаем сейчас выбор в ту сторону, чтобы наладить стабильный процесс, пусть даже это будет 100 тысяч евро в неделю, но это будет стабильная выплата 100 тысяч евро в неделю, это будет стабильное покрытие сотни кейсов в неделю. Мы могли бы ускориться, но это значит, что в таком случае мы можем потерять устойчивость и столкнуться со всеми теми проблемами, которые писал Леша, потому что эта работа даже не в токсичной среде, это работа в условиях оккупированной страны. Это внутренняя оккупация, по моей оценке, и те действия, которые сейчас совершают силовики, это действия оккупационного режима, абсолютно выходящие за рамки правового поля, поэтому мы очень ценим и дорожим не только нашими волонтерами, которые работают там на передовой, но и нашими жертвами, которые мы делаем выплаты. Наша задача сделать так, чтобы они не получили преследование за сотрудничество с фондами, но фактически, как вот Леша очертил ситуацию, да, действительно, выбить эту помощь невозможно, и сейчас власть делает все для того, чтобы очернить деятельность фондов. Мы видим централизованную, массированную атаку сейчас на нашу репутацию, попытки выставить нас в невыгодном свете, и здесь, к сожалению, есть такая ситуация, что многие люди думают, что я сегодня подал заявку, а через 5 дней я уже должен получить выплату. Нет, к сожалению, так работать не будет, и этому есть объективные причины. Средний срок обработки заявок в фонде Байсол составляет сейчас где-то около 15 дней, до 15 дней, вот, и мы стараемся держать приблизительно вот этот баланс, еще по одной причине, потому что сейчас мы заметили ситуацию, что система шатается не только в силовых структурах, а еще и в судебной системе. Буквально 3 минуты назад я прочитал сообщение одного из гомельских активистов, который сказал, что у него суд отменил штраф, который мы присуждаем. Если мы будем платить слишком быстро, то мы можем столкнуться с ситуацией, когда мы просто делаем выплату, а ее отменяет суд. То же самое со студентами, которые сейчас были отчислены, вот, например, БГМУ, есть информация о том, что их вроде бы как начинают принимать обратно. БНТУ тоже. БНТУ, да, то есть если мы будем бежать впереди поезда, скажем так, то тогда мы можем попасть в ситуацию, когда мы делаем выплаты, а потом как их возвращать, не возвращать, то есть это тоже такой момент. Вот, так что в этом процессе, отвечая коротко, волонтеров достаточно, очень большое количество заявок тоже поступает на то, чтобы работать с нами, но, к сожалению, мы вынуждены отказывать, и пока мы не можем заменеджерить весь тот поток людей, которые хотят к нам присоединиться. Но мы над этим тоже работаем, как только будут отстроены все системы, то я думаю, что и для этих волонтеров тоже найдется какая-нибудь работа. Я еще хотел бы додать опорту. Только коротко или ласко о том, что вы... Коротко, да-да-да. То есть, относно потока грошей, то есть, что вы с Андреем подкреслил, что мы можем умовно платить умовно 100 тысяч евро на тыдень, это, по-первых, беспрецедентная сумма в принципе в истории таких инициативов. Мы можем платить и больше. Я имею в виду и байсов, и байхелп. Пытание у тынь, як бы, безпец нашей команды, и это один и в узкий bottleneck, який нас зарасстрендывал. В принципе, при жадании это можно масштабировать и на полмиллионы на тыдень. Я впевнен, что при жадании можно масштабовать это и больше. Пытание ровно полягае у тынь, как не запалить не зло, не зло, что выжетый вось протокол за кое, что мы распашем. А что-то точно, минавито хорошее, это не наш вибольший ботунок. Это я могу гарантовать. Я, когда можно хотя бы додать, что специфика центра белорусской солидарности, она троху одрознивается, потому что и Байхэлоп, и Байсол маясь непосредное дочинение до заснования этого центра, и до нас трапляют люди, уже отримавшие поддержку в фондах, трапляют на юридичную допомогу до нас. Большаясь таких кейсов, это люди, которые уже отримали поддержку, и за того, что они напомнилися за межой, они трапляют уже в центр, и мы им допомогаем. Тая часть, которую мы, маючи власную макшимость, выкладываем, так само, конечно, это люди приватные, которые охеруют эти сходки, но мы, что мы можем тут делать трошку одрозно от того, что делают фонды, когда человек трапляет в ситуацию, уже приехал и он на межи, у него нет макшимости, чекать два тыдня, то мы при нам можем оказывать вельми худкую допомогу по оплате житла харчеванни, до того часа, покой будет разглядаться кейс, если человек еще не отримал поддержку от Байхелпа, Байсола. И вот такая синергия, она вельми допомагает в этой ситуации. Еще раз подкреслю, основная миссия центра это оказание юридичной допомоги тем, кто вымушен выехать часово. Часово спадется больше так докторуя Часово за Межбеларусь. Дякую великую Елена. На самом деле можно наверное не занимать много эфира. Я солидарно с ребятами по поводу чувствительности информации и как можно быстро вводить волонтеров дополнительных. Есть волнами точно загрузка приходится, потому что прошла запасовочная неделя, пошел пить и волна и ты имеешь дополнительные производственные мощности, кто будет обрабатывать эти заявки и выводишь их на полный объем, но все равно сложно прогнозировать сколько этот поток будет тянуть. Мы обрабатываем заявки чуть быстрее чем две недели по скорости сбора средств это зависит не столько от платформы сколько от белорусов которые донатят эти деньги на это что-то пир-то-пир платформа поэтому мне кажется что все говорят про одно и то же и очень понятно почему белорусам которые сейчас ожидают деньги кажется что это все долго и не обоснованно но это все бизнес-процессы это все безопасность и тех людей которые помогают в том числе спасибо большое спасибо всем нашим спикерам у нас был заявлен час мы вопросы еще к сожалению остались но возможно как-то в следующий раз может быть мы соберемся в такой компании еще раз большое спасибо за то что вышли на связь